Всем привет! Вы на канале Зевс Ньюс. Многие зрители знают актрису Елену Сафонову, снявшуюся в фильме «Зимняя вишня», как улыбчивую и добродушную женщину, радующую своих поклонников удивительными ролями. Удивительно, как иногда совпадают судьбы героев фильма с артистами, которые играют эту роль. Так произошло и в жизни Елены Сафоновой. Почти всегда в кино она играет привлекательных, умных, но не очень счастливых женщин. Елена часто называют актрисой загадкой. Она не так часто выходит на съемочную площадку. А в самом начале своей творческой биографии она ушла из театра и не участвует в телешоу. Также она избегает журналистов и не балует своих поклонников выходами в свет. Но несмотря на такой довольно закрытый образ жизни, она по-прежнему на пике популярности. Ее, как и раньше, помнят режиссеры, зовут на съемки, хоть и значительно реже, чем хотелось бы. Елена родилась в Ленинграде 14 июня 1956 года. Семья девочки имела непосредственное отношение к искусству. Папа Всеволод Сафонов был прославленным актером, который сыграл в таких знаменитых лентах, как «Солдаты», «Белорусский вокзал», «Делопелске». Маму звали Валерия Рублева, а на долгие годы проработала на киностудии «Мосфильм» в качестве режиссера. В детстве Леночка очень часто была с родителями на работе. Ей иногда даже приходилось там спать, устроившись на больших коробках с пленками. Сафоновой очень хорошо знакома за кулисье, ведь ее с раннего возраста брали с собой на съемки в разные места. Она постоянно крутилась возле осветителей и звукооператоров. Так постепенно формировалась мечта поступить в театральный вуз и продолжить дело родителей. Окончив школу, Елена решила идти навстречу своей детской мечте и отнесла документы во ВГИК. Она могла бы воспользоваться славой отца и попросить помощи у его знаменитых друзей, но девушка решила, что будет добиваться всего самостоятельно. Ей не удалось поступить с первого раза, неудачной была и вторая попытка. И только на третий год Сафоновой удалось стать студенткой актерского факультета ВГИКа. Сафонова недолго училась в этом вузе. После второго курса по семейным обстоятельствам она уехала в Ленинград, где поступила в Лгитмик, который она закончила в 1981 году. Фильмография актрисы насчитывает не один десяток ролей, а вот популярность к Елене Сафоновой пришла после исполнения главной роли в картине «Зимняя вишня». Этот фильм стал звездным часом Елены Сафоновой. Хотя ничего этого и могло бы и не быть, как всегда в дело вмешался случай и стал счастливым для Елены. Первоначально эту роль отдали другой актрисе Наталье Андрейченко, но у нее совершенно не было возможности участвовать в съемках. После проката картины Сафонова признали лучшей актрисой года. Режиссеры засыпали ее предложениями участвовать в новых интересных проектах. Все печатные издания украсили ее фотографией с обложки, а женщины донимали мастеров в парикмахерских, требуя сделать такую же стрижку, как у «Зимней вишни». Елена вышла замуж первый раз, когда ей было всего 20. Первого мужа Елены Сафонов звали Виталий Юшков. Их знакомство состоялось на съемочной площадке, но брак оказался пробным, и она ушла от своего супруга. Через несколько лет у нее родился сын. Всем любопытствующим, кто отец ребенка, она отвечала молчанием или отговорками. Однако позже окружение Елены узнало, что отцом ее старшего сына был армянский бизнесмен Вачи Мартиросян, который сейчас живет в США. Но как и у ее героини в фильме, ее любимый мужчина был женат. Через несколько лет все узнали, что актриса выходит замуж, да еще и за француза, актера Самуэля Алабарта. Младший сын Александр проживает сейчас во Франции с отцом. Вскоре между супругами начали возникать недопонимания по поводу работы Елены в кино и театре. Муж хотел, чтобы она оставила профессию и все себя посвятила дома и семье. Все это привело к разрыву отношений и Сафонова уехала в Россию. Сейчас младший сын Александр проживает во Франции с отцом, но продолжает поддерживать связь с матерью. Сейчас знаменитая актриса находится в разводе. На данный момент актриса давно уже отошла от сценических дел, забросив кинематограф. Женщина ведет весьма закрытый образ жизни, она всегда была сдержанной и скромной. Не пускающий в собственный мир чужих людей. Елена посвящает собственную жизнь спортивной деятельности, поддерживая себя в отличном для ее возраста и физической форме. Елена старается по минимуму общаться с прессой, не раскрывая подробности своей жизни. Ее сыновья пошли по ее стопам, их работа связана с кино. Только Иван работает в Москве, а Александр в Париже. Она считает, что в жизни главная работа и дети, а мужчины приходят и уходят. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!